МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я забыла что-то такое приметой. Надо чёрный ков за углом. Надо делать весь дом. Но честно совсем не о том, как не ладили люди с котом. Примета – это когда, если чёрный кот перешёл, то нельзя переходить дорогу, потому что это плохая примета, и с тобой случится беда. Ряд не повезёт, если чёрный кодового перейдёт, а пока, наоборот, тёмному коту ей не везёт. Потому что они чёрные и страшные, могут даже быть злыми. Если он чёрный, то тогда он злой. А если он такой рыженький или любой, то тогда он весёлый и никого не царапает. Рыжий кот к деньгам. Я слышала приметы, что не гладит ни одной кошки. Если тебе на 8 марта платок подарили, значит, у тебя будут слёзы. Я долго с тиском думаю. Вот, сейчас вспомню что-то. Синие птицы во дворе – это тоже привета. С пустым ведром можно ходить только возле дома. А он ходит возле дороги с пустыми ведрами. Попросить ведёрка и набрать воды. Всё приметы к плохому, к хорошему нету приметы. Если найдёшь 4-лепесточный клевер, то значит, удача. Съешь его и загадай желание. А у меня летом, когда мы ехали в Ленинск, когда мы уже приехали, ходили с моей подругой, на меня птица сюда обкакалась. А деньги потом пришли к тебе? Угу. Один раз нашу машину птичка обкакала. Да не один раз такое случается. Приметы – это всё хорошее и плохое, по-моему. А если каша упала? Ну, кусочек макарона на кофту. К обновкам говорят. Чего? Значит, новое что-то купят. О, а мне всегда падают. Мне новое всегда покупают. Все придумывают приметы, они что-то с собой делают, и у них это не получается, или что-то случается, и они придумывают такую примету. Я верю в приметы. Я не верю, потому что, ну, я, ну, больше верю, ну, себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...